Друзья, здравствуйте. Алексей Гомон меня зовут. Это означает, вы, как всегда, на официальном YouTube-канале Дмитрий Гордон. Мы в последнее время много говорим о терактах, о работе спецслужб, поэтому специально для вас сегодня я пригласил человека после долгого перерыва, который точно знает, как работают террористы, как работают спецслужбы. Не раз с ними лицом к лицу сталкивался, впрочем, как и с российскими оккупантами. Денис Десятник, экскомандир израильского спецназа, который воевал в Украине против российских захватчиков и даже получил ранения. Денис, здравствуйте. Очень рад вас видеть. Здравствуйте. Мы с вами давно не виделись, поэтому еще раз хочу поблагодарить вас за то, что вы сражались за нас. Понимаю, сейчас у вас своя война. Наши зрители очень поддерживают народа Израиля, особенно после 7 октября. Мы, как никто, знаем, что такое жить рядом с теми, кто хочет вас уничтожить. Поэтому примите мои слова поддержки. Спасибо. Как ваше здоровье, Денис, после ранения? Чем занимаетесь сейчас? Нашим зрителям наверняка интересно. Ну, здоровье хорошо, все нормально. Занимаюсь сейчас в армии, инструктирую. После 7 октября сразу вернулся в армию инструктировать и продолжаю. Инструктирую резервистов, срочников. У нас созданы отряды типа как в Украине территориальной обороны, что-то наподобие. Их тоже тренирую. Это тем, что я сейчас занимаюсь. Тренирую их тактикой боя и стрельбой. Как встретились 7 октября? Можете вспомнить день теракта? Ну, 7 октября я был дома. Это был шаббат. В принципе, выходной день. Все израильтяне отдыхают. И случайно зашел в ТикТок. Там увидел кадры, что едет полицейская машина, и напротив нее едет пикап с террористами. На тот момент я не знал, что это террористы. Как бы вообще ничего не понял. Думал, может, массовка какого-то фильма или что. Потому что еще никто ничего не знал. И только к обеду я... В новостях особо сначала не говорили, что такое большое количество у нас убитых. Потому что, ну, не хотели сразу это в панику водить народ Израиля. И уже только к обеду я узнал, что происходит. Конечно, был в шоке, был в недоумении. Где-то и тоже боялся и за свою семью. И был очень зол на террористические группировки. И все, в принципе, сразу создали. Вначале я создал отряды территориальной обороны в размере полторы тысячи человек. Это тоже очень освещалось в Израиле. И потом вернулся уже в армию, стал инструктировать. Друзья, ваши слова поддержки народу Израиля оставляйте в комментариях. Мы следим за ситуацией на Ближнем Востоке. Видите, мы эту тему не впускаем из фокуса своего внимания. И сегодня будем к ней еще возвращаться. И не раз. Однако начать бы хотел с другого. Громкое заявление сделали российские спецслужбы. Россияне, по большому счету, открыто объявили охоту на руководителей украинских спецслужб. Директор ФСБ Бортников прямо взялся угрожать убийством главе украинской разведки Кириллу Будану. Также одновременно с этим россияне потребовали выдать им главу СБУ Василия Малюка. Потому что якобы они обвиняют его в терроризме. Говорят, что час ваш близок. И от расплаты вы не уйдете. Как в целом к таким угрозам относиться? С одной стороны, уже война больше двух лет. И можно подумать, что это так просто содрогание воздуха. Но что может стоять за этими угрозами? Во-первых, я даже помню, когда-то мы с вами разговаривали в одной из передач, что попытки всегда ведутся устранить как главу ГУРа, так и СБУ. И поэтому это не что-то новое. Я думаю, что просто это более как, скажем так, официальное заявление они сделали. И больше хотят где-то ту же посеять панику и где-то какой-то страх. Хотя я не думаю, что ни глава ГУРа, ни глава СБУ очень прямо сильно боятся заявлений россиян и главы ФСБ, и того же Путина. Они все время пугают украинский народ и Украину, что они уничтожат и Украину. И все поэтому это не что-то новое. Понятное дело, что я уверен, что службы безопасности и Буданова, и Малюка все равно находятся в повышенной, скажем так, боеготовности. Но я не думаю, что они на территории Украины что-то будут способны вообще сделать. Ну вот, тем не менее, президент Украины Владимир Зеленский говорит, что за время войны пережил более десяти покушений. Недавно он снова заявил о том, что, говорит, я даже перестал считать, сколько уже было попыток меня убить. Как вы считаете, Путин до сих пор желает смерти именно Владимиру Зеленскому? Потому что ходят такие разговоры, говорят, что если бы хотели устранить, то устранили бы, вот Путин Зеленский ездит на передок, да, в зону боевых действий, туда никогда почему-то не прилетает в тот момент, когда президент там. Может, мол, есть какие-то договоренности не трогать президента. Вот какие у вас мысли по этому поводу? Ну, во-первых, договоренностей никаких нет и быть не может. Во-первых, как-то он был в Одессе, и почти рядом с ним был прилет. Это тоже все знают. И поэтому говорит, что есть какие-то договоренности, просто по чистой, скажем так, случайности его не озадело. Он рискует и ездит именно по, скажем так, по линии фронта, в то время как Путин, он сидит в бункере и нигде не высовывается. Это разница даже показывает между президентами Украины и России. Покушение, понятное дело, что вот то же самое, что было в Одессе, это тоже можно считать как покушение. Постоянно, понятное дело, что есть попытки, а не будут попытки, потому что для Путина очень было бы выгодно устренить Зеленского, и тем самым, скажем так, где-то надломить, скажем, украинский народ в том плане, что не будет руководителя. И какое-то время, пока назначат нового президента, и это может изменить даже ход войны. И я не думаю, что прям так легко устранить Путину Зеленского, если бы он хотел, и он хочет. То, что люди говорят, он бы устранил, это не так, совершенно не так. Во-первых, служба безопасности президента работает на высшем уровне и тоже постоянно в повышенной готовности находится. И если бы у него была возможность, он бы уже устранил. Такой возможности просто он нет, и я думаю, что она у него не появится. Ну, будем надеяться. А вот украинские разведки недавно тоже заявляли, что на самого Путина, который, как вы говорите, сидит в бункере, мы знаем, что действительно в зоне боевых действий его не видели, на него якобы за время войны тоже были совершены покушения, вот только сделано это было не руками украинских или западных спецслужб, а руками кого-то из его близкого окружения. В целом не раз говорил генерал Буданов о том, что именно близкий круг Путина, скорее всего, если уж Путина ликвидируют, то зачинщиков следует искать именно там, потому что Путин один из самых защищенных людей в мире, и если его ликвидация и возможна, то в первую очередь руками тех, кто находится рядом. Как считаете? По поводу Путина я не думаю, что были попытки, потому что, как вы сами сказали, он защищен очень хорошо, много двойников, что очень тяжело узнать, где настоящая, где двойник, и у него очень сильная служба безопасности, на нее тратится очень большой бюджет. Поэтому я не думаю, что были какие-либо попытки, и тем более именно с его стороны, потому что он очень тщательно подбирает свой охраняемый круг всех близких, кто подходит к нему. Поэтому я очень сомневаюсь, что были какие-то попытки покушения на него. Но даже при том, что его хорошо охраняют, тем не менее, виден определенный страх у него не только перед незнакомыми людьми на улицах, или иностранцами, которые приезжают к нему, с которыми он встречается с длинным столом, как, например, с тем же канцлером Шольцем еще до войны. Недавно было заседание коллегии ФСБ, потом коллегии МВД, то есть, грубо говоря, это тусовка бывших одногруппников, однокурсников того же Путина, то есть силовики, на которых он в первую очередь опирается. Но даже при этом рядом с ним на президиуме никого не было. Первые три ряда были пустые, то есть нельзя было даже на первом ряду сидеть. Возле него стояло только четыре охранника федеральной службы охраны, и все, больше никого вблизь не подпускали. Хотя можно было бы подумать, ну кого боятся? Это же ведь твои, в общем-то, по большому счету, твои подельники, то есть ближайшие твои люди, на которых твоя власть держится. Но он, получается, боится даже их. Как думаете, почему? Ну, во-первых, то, что он боится, это мы все знаем, что по нему видно даже, по типажу леса видно, что он трус сам по себе. И он, понятное дело, что он, скажем так, кроме того, что он боится, он очень аккуратен. Он лишний раз, опять же, его служба безопасности, даже не только он, не подпускает кого-либо, вообще близко к нему. Потому что есть возможность такая, что будет какое-либо, опять же, покушение на него. Но пока то, что я знаю, на него никаких покушений не было, не было и попыток. Опять же, служба безопасности его работает очень хорошо и тратится очень-очень большой бюджет. Вместо того, чтобы он тратился на страну, тратится на его безопасность. Ну, то есть, в целом, можно согласиться с украинской разведкой в том, что сейчас наибольший шанс осуществить, например, ликвидацию Путина, как раз есть у тех, кто находится рядом с ним. У его, например, служба охраны или у спецслужб. То есть, у них шансов больше всего? Скажем так, у них шансы лишь в том случае, это даже если не подкупить тот же сотрудник спецслужб. Каждый понимает, кто будет совершать тот или иную попытку покушения на Путина, он не жилец. Поэтому, неважно, какие деньги он получит, он живым оттуда не уйдет. Это просто невозможно. Поэтому, это либо, если будет запугать его родных или еще что-то, надавить каким-либо образом на его близкое окружение, тогда да, можно. В противном случае, подкупить кого-либо невозможно, потому что человек, тем более в службе безопасности, находятся офицеры ФСБ, которые тоже не дураки. Они понимают то, что любой тот, кто попробует устранить Путина, будет уничтожен. Друзья, как вы думаете? Оставьте ваши мысли в комментариях. Если уж Путина кто и ликвидирует, кто бы это мог быть? Очень интересно ваше мнение услышать. Дуже часто питание до меня. Как я стал успешным и богатым? Просто я прожил такое життя и отримал такой опыт, который привел меня до того, что я сейчас имею. И я очень благодарен за это. Я уверен, что каждый, кто прожил бы, как я, и сделал свои правильные висновки, мог бы стать таким успешным, как и я. Но чтобы отримать опыт Дмитра Гордона, вам не обязательно полностью проживайте моё життя. Я запускаю особистое наставничество, ближнее коло. Это не тренинг и не навчание. Это открытие многих дверей, которые вам, кажется, зачинены. Количество есть ограничено, а участников я буду выбирать особисто через анкету. Это мой практичный опыт и опыт моих друзей, которые вы сможете реализовать в своем жизни и бизнесе. Среди моих друзей и экспертов – неимоверные люди, которые много достигли в своем жизни. Чтобы заповнить анкету и узнать больше про программу, переходьте за посыланием. Денис, я думаю, вы знаете, что сейчас Россия пытается всячески, всеми своими силами приплести Украину к теракту в Подмосковье, в Крокус-Сити-Холле. Чего только они не делают. Даже уже пошли такие шутки, что ИГИЛ берет на себя ответственность, совершает все таджики, ФСБ это все либо проспало, либо инспирировало, а виноваты все равно украинцы. Вот сейчас, когда прошло уже почти две недели с этого момента, вопросов все равно больше, чем ответов. Я сначала такой общий вопрос задам, а потом можем пройтись по аспектам. Вот украинская разведка, опять-таки, утверждает, что самые два реалистичные сценария. Первый – это то, что Россию предупреждали о теракте, но они недооценили угрозу. И вторая версия – это то, что они могли закрыть глаза на подготовку спецслужбы, могли закрыть глаза на подготовку этого теракта или даже помочь его осуществить. Какая версия вам кажется более реальной? Ну, я думаю, что российские спецслужбы замешаны в этом теракте, скажем так, не напрямую, а именно, что, может быть, ими были завербованы те же, скажем так, террористы ИГИЛа, или, скажем так, что где-то они и сотрудничали и пытаются, опять же, свалить все на Украину. Это просто было… Весь мир смотрел, весь мир смеялся, и все понимали, что это будет направлено именно в сторону Украины, что это Украина, что это украинские спецслужбы. Как бы здесь это просто, это даже, скажем, ну, уже действительно и ходили и шутки, и все. Я думаю, что эти же таджики, которые погибли, это вообще не те люди, которые совершали даже теракт. А вот, кстати, об этом, Денис. Ну, мы видели кадры с телефонов, которые снимали люди, которые находились в этом концертном зале. Мы видели, как передвигались, как стреляли вот те люди, которые действительно, у которых были закрыты лица, которые осуществляли эти массовые убийства. Вот те, кого задержали, эти таджики, ну, вот они были, ну, как-то очень непохожи на хладнокровных убийц, которые стреляли короткими очередями, там, передвигались двойками. Вот вы, как профессионал, можете, пожалуйста, оценить, вот как действовали террористы? Насколько это могут быть подготовленные люди, да? То есть, потому что вот эти таджики, кого взяли, ну, у них, как они и сами говорят, да, ну, и, в общем-то, видно, что они в не очень хорошей физической форме, у них, ну, они не участвовали в боевых действиях. Оцените то, как действовали террористы. Ну, во-первых, скажем так, я смотрел некоторые видео, и там даже, скажем так, на некоторых видео, если увеличивать, то более-менее видно лицо, и даже видно, что это все равно не одни и те же люди. Это во-первых. Во-вторых, сказать, что там суперпрофессионалы действовали, тоже нет, но действовали подготовленные люди, скажем так, что знают, что такое война. Плюс действовали хладнокровные убийцы, которым не впервые убивать. А можете расшифровать, Денис, пожалуйста, вот вы говорите, что действовали подготовленные люди, вот вы это как поняли? То есть вот что бросилось вам в глаза как профессионал? А ты все равно видишь даже, как они держат оружие. То есть все, что это люди, которые имели дело с оружием, что уже стреляли, которые уже где-то что-то участвовали в каких-то боевых действиях, что они ходят, они стреляют, они подходят даже к людям, они без особых, скажем так, колебаний стреляли в беззащитных людей и продолжали это делать, двигались дальше. Те же таджики, которых взяли, как вы правильно заметили, они не в особо супер какой-то физической форме, это обычные какие-то рабочие, которых просто, мне кажется, взяли, попытали и устранили, чтобы именно показать, вот мы поймали террористов, и вот террористы нам сказали, что мы взаимодействовали там с украинской разведкой. И потом уничтожили их. Это стандартный, скажем так, ход российских спецслужб. Просто открыть, скажем так, у себя мобилизацию или объявить о полномасштабной войне, и чтобы были развязаны руки перед всем миром, показать, вот на нас нападают, ну и тогда и мы, соответственно, ответим Украине. Хотя это явно нет никакого вообще следа с Украины, и тем более украинские спецслужбы не действуют, уничтожая гражданских людей беззащитных, в то время как Россия это делает сплошь и рядом, что ей даже плевать на своих людей. Да, вы видели, как это все происходит у нас на линии фронта. Кстати, вот то, как обращались с этими задержанными таджиками, мы видели эти видео и с отрезанием ушей, и с подключением электрических проводов к гениталиям. Мы видели, в каком виде привезли этих таджиков в суд с калоприемниками, без сознания, на инвалидных колясках. Вот раньше, я думаю, пытки тоже были, скорее всего, но они хотя бы не были публичные, то есть это все скрывалось. Теперь это делают открыто. Ну и плюс вы, как человек, который видели, как ведут себя российские оккупанты на линии фронта, и видели, как действуют террористы Хамас, вот если сравнивать то, как ведут себя российские спецслужбы по отношению к задержанным, еще пока что даже не осужденным людям, можно ли проводить какие-то параллели с хамасовцами или оккупантами на востоке и на юге Украины, где ведутся боевые действия? Ну, во-первых, конечно, можно, потому что, во-первых, террористические организации, как Хамас, как Хизбалла, тоже никому не секрет, что российские спецслужбы тренируют и инструктируют тех же хамасовцев, в ту же Хизбаллу, и поэтому почерк, в принципе, один и тот же. Все прекрасно знают, насколько Россия лояльна к тем же террористическим организациям, как Лавров принимает у себя постоянно и Хамас, и Хизбаллу, и иранские различные службы, поэтому, понятное дело, что почерк, он один, жестокость одна и та же, мы видим ее и в Украине, и в Израиле, и видим это также и на примере того, как Россия поступает со своими согражданами. Кстати, если мы уже вспомнили о зверствах, которые творили Хамас, и вы видели зверства, которые творили россияне на оккупированных территориях, тоже вот, если что-то можете вспомнить, что такое было самое ужасное, что у нормальных людей порой не вписывается вообще в их картину миропонимания, ну вот, насколько эти издевательства над мирными израилетянами 7 октября или над мирными украинцами на оккупированных территориях порой шокируют. Ну, шокируют-то прежде всего самое больше на то, что как просто зверски и не по-людски уничтожают даже детей, убивают детей, насилуют детей. То же самое это делали и российские оккупанты, и то же самое делали хамасовцы. Они также убивали, отрезали конечности детям, засовывали младенцев в печки, насиловали девочек, женщин, и то же самое делали и российские оккупанты. Мы помним ту же и Бучу, и Ирпень, что они делали. Хотя, опять же, они это все отрицают, все это, конечно же, фейки. То же самое, как я читал очень много комментариев после 7 октября, те же россияне пишут, что в Израиле ничего не было, это все фейки. Это все тоже ничего не происходит, и израильтяне врут, и украинцы врут. У них одна и та же песня, поэтому я даже никак это не могу комментировать. Для меня, что те сволочи, что те сволочи. Одинаково. В одинаковой абсолютно, скажем так, по одной и той же шкале, что россияне, что хамас и хизбалла, для меня один и тот же, скажем так, что те твари и те твари. При этом хватает цинизма у России обвинять еще Украину в подготовке боевиков на Ближнем Востоке. Тоже, опять-таки, ФСБ говорит, что это Украина. Значит, прямо сейчас, вот в минуту, когда мы с вами разговариваем, готовят там ячейки для совершения терактов на территории России. Насколько видна... Это просто понятие, о чем, какой особенный цинизм, да? То есть, вот действительно, вы правильно вспомнили, как Лавров принимал Хамас, как Талибов принимал Путин. И на их месте, да, говорить о том, что кто-то поддерживает терроризм на Ближнем Востоке. Насколько вообще роль России в вот этом террористическом акте против Израиля 7 октября? Я много общался с израильскими военными экспертами, с военными, с израильскими. Они рассказывают, что Россия так или иначе участвовала в подготовке хамасовцев перед вот этим террористическим актом. Вам что-то об этом известно? Да, как я и говорил, что Россия, она поставляет, скажем так, не на территории газа, не на территории ближайшей к Израилю, но в том же Иране или в том же Ливане есть тренировочные лагеря, где тренируют российские инструктора террористов. И поэтому это никому не секрет. И то, что они там пытаются каким-либо боком всунуть, скажем так, Украину, что это вообще полнейший бред. Украина, скажем так, одна из немногих стран со всего мира, которая на сегодняшний день поддерживает Израиль. Потому что, как и в Европе, многие страны сейчас против Израиля, та же Британия и та же Польша сейчас выступила с тем, что из-за того, что был уничтожен там с гуманитарной миссией в Газе один из их сотрудников, так сейчас они просят, чтобы Израиль выплатил деньги за этого поляка. Хотя никто его не приглашал сюда именно содействовать террористам. Поэтому Украина это одна из немногих стран, которая просто идет рука за руку с Израилем. И за что тоже и спасибо и Украине, и украинским гражданам, которые, скажем так, сочувствуют Израилю. Да, мы об взаимопомощи Украино-Израильской еще сегодня поговорим. Друзья, после того, как вы поставите лайки этой беседе, пускай большее количество людей увидит наше сегодняшнее интервью с Денисом, потому что, ну, действительно, Денис просто кладезь интересных знаний. И, в общем, хотелось бы, чтобы это большее количество людей услышало. Друзья, в том числе, благодаря интернет-магазину Гордон Шоп, мы уже закупили для фронта около ста дронов DJI Mavic 3Flymore Combo, которые уже крушат и громят русских фашистов. Интернет-магазин Гордон Шоп это все связанное со мной. И мои книжки, и конфеты птичьего молока Гордон в шоколаде, и носки, и зефир Гордон, и черный шоколад, и вот такие кружки, и вот такие шарфики Береги Кадык, и даже вот такие подушки, много чего, что связано со мной. Приходите в Гордон Шоп, покупайте мой мерч и приближайте победу Украины. Российские спецслужбы, конечно, мы когда говорили, что пытаются устранить кого-либо, у меня был случай здесь перед войной за два месяца, меня пытались устранить российские спецслужбы в Израиле, я был при смерти, находился, мне подсунули яд, в еду я обедал в одном из ресторанов в центре страны, и потом мы этим занимались здесь и спецслужбы израильские, меня в критическом состоянии доставили в больницу, остановилось сердце, заводили меня заново, и слава богу выжил. Месяц еще был вне состояния вообще что-либо делать. А как вы выяснили, что это российские спецслужбы, кого-то задержали? Не, не задержали, но наши спецслужбы как бы выяснили, что это был след оттуда, как бы я не буду просто сейчас вдаваться в подробности, так как я не могу эту информацию, но это именно след от российских спецслужб. Ну, в общем, друзья, вы видите, да, какими методами действуют в целом отравления, это такой довольно распространенный метод российского разведуправления. Мы помним, как они действуют на территории абсолютно любых стран, да, и в Европе, и на Ближнем Востоке, и в то же время в Украине. Я бы хотел еще вернуться к теме вот этого теракта в Крокусе. Я бы хотел, чтобы вы дали реакцию, вы дали комментарий по поводу реакции российских спецслужб на этот теракт, да, потому что, ну, удивлены были даже террористы ИГИЛ. Они после того, как выпустили какой-то свой пропагандистский материал о том, как совершали этот теракт в Подмосковье, они там описывали, что у этого теракта должно было быть две части. Вот первую они осуществили, это расстрел мирных людей, поджог самого Крокуса, а вторая часть должен был быть бой с силовиками. Они рассчитывали, ну, готовились к тому, что приедут спецназовцы и начнется какая-то перестрелка, то есть, ну, придется каким-то образом вступать в бой. Однако, в этой брошюре, да, террористов так и написано, но никто не приехал. Российские спецслужбы приехали в течение часа, то есть, через час после начала стрельбы. Скорые остались в пробках и так далее. И вот, с одной стороны, кто-то говорит, это халатность, да, то есть, можно поверить, просто плохо вот так вот среагировали. Посмотрите, испугались, не знаю, там, или просто кто-то там, не знаю, запил, да, и вовремя не отдал команду. А кто-то говорит, что, ну, не могла быть такая замедленная реакция, просто так. То есть, на это должен был быть дан приказ. Как вы, как вам кажется? Ну, это да, это тоже все видели, что ИГИЛ всеми силами пытался чуть ли не доказать, что он причастен к этому теракту. Что они уже просто говорили, что это мы, и никто никак из российских спецслужб с этим не соглашался. Я думаю, что просто это не какая-то оплошность именно знали, и специально все знают прекрасно, что там рядышком находилось отделение ОМОНа, которое тоже приехало там спустя где-то 40 минут. И поэтому именно я думаю, что все очень четко было запланировано, и нисколько просто россияне, они находятся под какой-то такой завесой, под пеленой, что они просто не видят, насколько им врут, ихняя власть, ихние спецслужбы, и настолько они сами трусят выйти на улицы против своей этой власти, чтобы в конце концов сказать, вы нас же уничтожаете, что вы делаете. Они просто предпочитают вот за этой пеленой смотреть, и то, что им говорят из зомбоящика российского, им втирают, что вот какие плохие там украинцы, еще кто-то, и они будут лучше в это верить, чем они откроют глаза и поймут, что их своя же власть, она уничтожает. И они просто из-за своей трусости никак не могут выйти на улицы, как когда-то в Украине вышли на улицы, мы все помним, как выгнали Януковича с Украины, и потому что народ встал, народ вышел на улицы, и народ нисколько не боялся, просто, если надо, было лечащие под пули. В России это другой народ, который просто будет тупо повиноваться. Ну, а в целом, с точки зрения организации подобного рода теракта, большинство моих собеседников все-таки склоняются, что организован он был, например, террористами ИГИЛ, но спецслужбы могли закрыть на него глаза. Насколько сложно вообще такое организовать, осуществить, вот как вы думаете, то есть, могли ли террористы действительно сами это подготовить без содействия спецслужб России, потому что, ну, надо было действительно там продумать очень много, да, факторов, то есть, правильно поджечь этот Крокус-Сити, да, знать, что там не будет вооруженной охраны, потом, значит, успеть каким-то образом снова сесть в автомобиль и даже уехать с места преступления. Вот, можно ли было такое, могут, могли ли это осуществить вот эти вот, образно говоря, четыре таджика, да, которых задержали? Извините, я, конечно, то, как я сказал в самом начале, что я уверен, что российские спецслужбы стоят за этим, спокойно вербуются, скажем так, кто-то из российских спецслужб может находиться и на территории, скажем так, где находятся боевики ИГИЛа, и вербовать, и передавать какие-то данные, когда и где, кто будет, будут ли вооруженные и не вооруженные охраны, какие пути отхода и какие пути прихода к этому Крокурс-Сити-Холл. Кто-то должен был давать информацию, кто-то должен был вести, скажем так, эту группу боевиков, которая сделала этот теракт. И поэтому, мое мнение остается, что российские спецслужбы причастны к этому теракту. Друзья, что вы думаете, оставляйте ваши мысли в комментариях, да, вот эти основные версии, хочется понять, к какой склоняетесь именно вы, если у вас есть дополнительные версии, тоже пишите их, будем обсуждать с последующими гостями. Но если лайки не поставили, нажмите на палец вверх сейчас, пожалуйста, потому что действительно дальше будет точно так же интересно. Денис, последнее время беспилотники украинские, а также, да, ну, если Украина не признает свою причастность, то, скажем там, сил, которые дружественны к Украине, просто атакуют абсолютно разные города на территории Российской Федерации, бьют в основном по нефтеперерабатывающим заводам, это уже привело к тому, что 14% всех мощностей, которые производят нефтепродукты, были остановлены, ну, и всех, конечно же, удивил последний случай, это попадание в нефтеперерабатывающий завод в Татарстане и там же в завод по производству иранских беспилотников Шахет, которыми Россия постоянно терроризирует Украину. В чем новизна, да, расстояние между границей Украины и Татарстаном, местом Елабуга, да, где находились, находилась это НПЗ, 1300 километров, то есть, тот беспилотник, который мы привыкли видеть у сил обороны, маленький, что-то похоже на FPV, да, или хотя бы что-то похоже на размером, как там, Шахет, то здесь нет, здесь полноценный беспилотный самолет, и вот он долетает абсолютно на такое рекордное расстояние, приятно, конечно, за этим наблюдать, но оцените вот эту стратегию, да, которую выбрали вооруженные силы Украины с этими атаками с помощью беспилотников, какие цели они выбирают, но и в целом вот эта вот динамика, да, что война все больше и больше переходит, ну, давайте так, если не переходит полностью на территорию России, то, по крайней мере, россияне уже закрывать глазам на то, что происходит в Украине, просто не могут. Ну, я, опять же, тоже, когда увидел, что был поврежден этот, был удар по этому заводу в Татарстане, был, скажем так, и удивлен, и рад, потому что действительно пришло время, скажем так, Украина, да, запускает беспилотники, но я считаю, в недостаточном количестве. Они должны в более большем количестве должны атаковать Россию и российскую инфраструктуру. И так же, как, скажем, ребята из РДК и из различных подразделений заходят на территорию России, я считаю, что должны еще больше и больше заходить на территорию России, переводить войну в Россию, не только, скажем так, держать оборону в Украине, но надо и атаковать, потому что с врагом по-другому нельзя. и я очень надеюсь, что это то, что был удар в Татарстане, что это полностью именно украинские тоже спецслужбы сделали эту операцию, потому что расстояние действительно такое рекордное, что даже за Москву улетел этот беспилотник, и поэтому только радуют эти удары, которые проводит Украина. Кстати, вот вы вспомнили действия русских добровольцев, вот раньше, мы с вами тоже когда-то обсуждали, раньше все-таки эти рейды, они поэтому и назывались рейды, вот как-то они были краткосрочные, то есть заходили в течение дня или пары дней или даже одной ночи, общались с местными людьми, местными жителями, брали в плен каких-то пограничников, образно говоря, фотографировали, снимали видео и выезжали. Теперь уже практически месяц, то есть 7 марта у Путина были так называемые выборы, на тот момент уже РДК, Легион Свобода России и другие подразделения русских добровольцев тогда находились на территории России, и вот уже прошел месяц и они все еще там, вот я, можете помочь разобраться, да, то есть это нехватка сил у России, это нежелание перебрасывать войска с территорий боевых действий на оккупированной части Украины, как же Кадыров, который кричал, что граница значит на замке и никто не пройдет, Ахмат защищает и так далее. Уже целый месяц русские добровольцы проводят боевые действия на территории врага. Ну, это показывает только профессионализм, скажем так, украинской армии и украинской разведки, которая делает эти операции на территории России. Я, опять же, я только это Мурат, и я считаю, что более гораздо численные группы должны заходить на территорию России, не только именно русский корпус, но должны, я считаю, заходить и украинские именно войска, именно полномасштабно заходить на территорию и именно давить врага на их территории. То, что Россия, скажем так, не способна, скажем, уничтожить наши войска на своей территории, это, опять же, показывает наш профессионализм, менее профессионализм российских спецслужб и, скажем так, нежелание. Даже такое, скажем, они, опять же, плюют на свой вот эти вот, они в больших городах живут тихо, спокойно, иногда им прилетают беспилотники, опять же, я считаю, что должны гораздо чаще прилетать, чтобы они чувствовали, что идет война, и просто, скажем так, мы видим, что вот эти вот пригороды, которые приграничены к Украине, на них Россия, да, навоюет, но не большим количеством, скажем так, именно военных, какими-то, опять же, подразделениями и не полномасштабно, скажем, вытесняет украинские войска. Да, так там люди, там люди, Денис, в шоке, они записывают десятками просто обращения к местной власти, центральной власти, возмущаются, говорят, почему нас не могут защитить, вы там, значит, про войну в Украине только рассказывайте, рассказывайте про теракт в Крокусе, а у нас тут уже месяц мы живем под, грубо говоря, взрывами, пожарами в зоне боевых действий, прямо в смысле слова, а на нас всем плевать, таким еще и Соловьев, там, да, топ-пропагандист российский, отвечает, цитата такая, мол, заткнитесь, твари, вы видите, какая ситуация тяжелая стране, мол, террорты позакрывали и сидите, ждите, пока мы вам поможем, то есть, вот такая, такую реакцию они получают от государства, вот, потрясающий цинизм, согласитесь. Да, я все эти видео тоже видел, смотрю, и, конечно, опять же, это говорит о том, что просто, опять же, Россия, вместо того, чтобы выходить на какие-то демонстрации, чтобы смести эту власть этих всех политиков, которые управляют, они сидят, да, они возмущаются, они записывают видео, но они должны выйти на улицы и просто бороться с этой властью, по-другому они свободы не обретут. Мы сегодня много говорим о работе спецслужб, заволновалась, раз уж мы о пропагандистах вспомнили, Маргарита Симоньян, одна из топ-пропагандисток, ее, ей СБУ объявило подозрение по четырем статьям, из которых две, это геноциды, пропаганда войны, и вот Симоньян пишет, мол, ну все, теперь меня точно убьют, потому что так, я ведь просто журналистка, я ведь просто многодетная мать, это цитата, а теперь вот на меня повесили такие ярлыки, что я, значит, участвую в геноциде, а теперь меня можно убить, значит, и будет у них оправдание. Но вот то, что она начинает, я журналистка, я многодетная мать, почему-то она об этом вспоминает, значит, она действительно по этому поводу переживает, потому что мы знаем, что на территории России уже проводились точечные ликвидации кем-то, вероятно, украинскими спецслужбами. Она понимает, что она может быть одной из тех, кого могут достать за ее призывы действительно к истреблению украинцев. Я бы, может, попросил вас каким-то израильским опытом поделиться. Израиль мастерски уничтожает врагов на территории других государств. А вот что насчет не комбатантов, не тех, кто прям непосредственно с оружием в руках убивает, например, израилетян, а тех, кто открыто, публично поддерживает вот эти убийства? Я считаю, что те, кто поддерживает, это то же самое, как, скажем так, мы возьмем того же солдата, который с оружием в руках. Потому что можно убить, скажем так, не только из орудия, можно убить и словом. Можно спровоцировать ту же публику, можно, скажем так, подогреть теми самыми словами. И поэтому Израиль, он тоже, скажем так, не буду приводить конкретные случаи, но если есть личности, которые, скажем так, провоцируют и даже на другой территории, то Израиль, понятное дело, тоже имеет свои методы, как устранять врага и на любой территории. Это, в принципе, опять же, это любая спецслужба, это и украинские спецслужбы это делают и делали тоже, мы это все видели неоднократно и на территории России, и также это и российские спецслужбы делают по всему миру. Тот же самый мой пример, что пытались расправиться со мной в Израиле. Поэтому это, скажем так, метод всех спецслужб и то, что, скажем так, кто именно пропагандирует очень сильно против какой-либо страны, в данном именно против Украины, то понятно, что она понимает, что если против нее уже выдвинуты уголовные дела, то она может быть в списке тех, кто, скажем так, на устранение. Поэтому она и говорит, что она многодетная мать, и она чувствует, она боится. Она наговорила очень много непорядочных вещей, скажем так, это мягко еще сказать. Меня всегда восхищало, как Израиль действует вопреки, скажем так, вот этому цинизму Запада. Мы сейчас атаковали, ну или силы, которые дружественны к Украине, атаковали завод по производству шахедов. Конечно, на территории этого завода было общежитие, которое тоже пострадало. И вот в ООН сразу же осудили это, заявили, что как так можно, там же общежитие, как вы можете бить по территории этого завода. Да, мы понимаем, шахеды по вам каждую ночь летят, но там же, значит, люди, сотрудники живут этого предприятия. И вот знаете, меня всегда восхищало, как Израиль ищет международную поддержку, но по большому счету все равно идет своей дорогой. Мы видели удар недавно по иранскому посольству на территории Дамаска. Я не знаю, сделал это Израиль или нет, есть мнение, что это израильские спецслужбы. Однако, Израиль, несмотря на все осуждение, все равно знает, что у него есть враги, у него есть командиры террористов, которые убивают израилетян, и они должны быть уничтожены. Вот эта стратегия, которую выбрал Израиль, то есть, мы будем делать свое, и нам, ну, если мы, не то, чтобы плевать, но мы благодарим вас за вашу помощь, поддержку, но действовать мы будем своими методами. Вот Украина пока еще не нашла в себе силы и не имеет возможности из-за недостатка вооружения, грубо говоря, вести себя так же. Как вы считаете, вот такой сценарий, когда меньше, наверное, смотреть на тех, кто дает тебе советы и кто тебе что-то зарекомендует или не рекомендует, стоило ли бы Украине? Ну, однозначно, конечно, да. Как вы правильно заметили, Израиль атаковал в Сирии иранское посольство, где был уничтожен генерал, который был ответственный именно за внешнюю разведку, и, скажем так, и мировое, скажем так, сообщество, оно не приветствует то, что сделал Израиль. Мы все это уже видим. И Израилю, да, абсолютно наплевать, скажем, это открытым текстом, что думают о нас, потому что мы уничтожаем врагов, которые, враги нашей страны, и те, которые, за ними кровь израильтян. Потому что этот генерал непосредственно был тоже ответственный и за сектор газа, он ответственный и за Сирию, и за Ливан, поэтому он был уничтожен. И как бы мы не боимся того, что если даже Иран попытается что-то сделать, что я очень в этом сомневаюсь, потому что Израиль ответит на это очень жестко, и у Израиля есть для этого скажем так все, чтобы просто сотрясти очень сильно и отправить в каменный век тот же Иран. У нас есть неточные ракеты Марк и еще очень много различного вооружения, поэтому Иран пугает, скажем так, все время говорит там и ЦРУ, что в течение 48 часов и пугает, что вот после пятницы заканчивается Рамадан, что-то будет, но я очень сомневаюсь, потому что если бы хотели, уже бы сделали, потому что, опять же, Израиль способен отправить Иран просто в каменный век. И я считаю, что Украина должна действовать точно так же, не смотреть на мировое сообщество, что вот ударили в Татарстане по нефтезаводу, и да, конечно, он там и еще многие страны говорят, ой, как же это нехорошо, но все забывают о том, какой вообще урон нанесла Россия Украине, и сколько людей, сколько просто беззащитных и мирного населения, детей и солдат, сколько погибло на территории Украины. И это почему-то никто не видит и никто не осуждает. Точно так же, как во всем мире осуждают Израиль за то, что он делает в секторе Газы, но никто не осуждает палестинцев и тот же Хамас, что натворили 7 октября, просто пришли к нам домой и вырезали людей заживо. Я согласен с вами, Денис, на самом деле. Друзья, что вы думаете об этом? Стоит ли брать Украине пример с Израиля, быть смелее? И, к сожалению, пока что мы больше зависимы от технологии, от оружия. Однако, как бы вы хотели, чтобы действовала украинская власть в борьбе с российскими захватчиками, тоже напишите ваше мнение в комментариях. Напоследок, Денис, в последнее время очень много высказываний от разных политиков звучит, которые связаны с новой глобальной войной. Я не буду сейчас обращать внимание на какого-то образного Лукашенко. Он недавно заявлял, что Беларусь готовится к войне и постоянно угрожает странам балтийским. Путин постоянно говорит, что готов к войне с Западом. В это время ему отвечает Макрон, напоминая о том, что в Франции тоже есть ядерное оружие. То, что Путин может напасть в 26-м году уже на одну из стран НАТО, пишут иностранные издания, в том числе Business Insider. Об этом заявляют напрямую генералы НАТО и руководители Североатлантического Альянса. Как вы считаете, Путину глобальная война нужна? Потому что для меня это немного странно. Он не может своими силами сейчас, теми силами, которые у него есть, захватить даже областные пункты в тех регионах, которые он чуть ли не в Конституции вписал у себя как территории Российской Федерации. О какой глобальной войне мы тогда можем говорить? Нужна ли она Путину? Как вы думаете? Я думаю, то, что мы все знаем, что Путин он неадекватный человек. И то, что он съехал с катушек, я думаю, что он будет пытаться всячески, скажем так, пока он жив, он будет пытаться, как он и продолжает войну с Украиной, я думаю, что он попытается даже не в 26, я думаю, может летом 25 года где-то вести войну и с Европой, но это будет, я думаю, что конец России полностью, потому что тогда уже на данном этапе я вижу, что и все это видят, что, скажем так, страны НАТО, они все больше, скажем так, где-то даже высказываются против России, тот же Макрон, что все время говорит, что ведет на территорию Украины свои войска, и я думаю, что Европе уже давно пора понять, что они союзники Украины, что они должны помочь Украине в этой войне, потому что эта война может коснуться и их тоже, и если коснется, это будет тяжелая война, потому что на этом этапе тогда я думаю, что и Китай подключится со стороны России, и война будет непростая, но эта война будет однозначно победой и Украины, и стран НАТО над российским агрессором, поэтому он, да, я думаю, что может попытаться это сделать, как я уже говорю, я думаю, даже летом 25-го года, после американских выборов, тоже, потому что он тоже ждет, что будет после американских выборов, кто придет в власти, будут ли они каким-либо образом лояльны к России, да, нет, все это они тоже смотрят, но я думаю, что попытки могут быть, но это будет конец России. Спасибо вам, спасибо за ваш анализ, Денис, и мои слова поддержки, вам лично, и от наших зрителей, слова поддержки народу Израиля, экс-командир израильского спецназа, и военнослужащий, который воевал в Украине против российских захватчиков, сегодня к нам присоединялся, Денис Десятник, спасибо вам огромное, надеюсь, до новых встреч, всего доброго, до свидания, друзья, поставьте лайки, пускай большее количество людей увидит нашу сегодняшнюю беседу, спасибо. До свидания.